Оксана Полисмакова – мама двоих малышей. Каждый день, отправляясь на прогулку, они решают головоломку, где же поиграть. Ведь в родном дворе на Парковой 4А достойной детской площадки нет. Лишь опоры для сушки белья и качели с одним посадочным местом. Но этого отнюдь недостаточно для шустрых мальчишек. Молодая мама уверена, появление современной детской площадки привнесло бы красок в жизнь малышей. Дети хотят играть, веселиться, им физически энергию некуда девать. Им нужно выходить на улицу и общаться друг с другом, развивать свою фантазию. Но у нас детской площадки то, что нет, и не сплоченный за этого и двор. А если будет детская площадка, мы будем между собой играть, общаться, и родители, и наши дети. Большая, яркая, современная детская площадка – мечта не только Оксаны и ее сыновей, но и всех жителей их дома, а также еще трех многоэтажек, расположенных рядом. Ну, в принципе, здесь у нас четыре дома. Пускай будет общая площадка. У всех детки есть. Мы, наконец-то, не будем ходить через дорогу на ту площадку. Ну, раньше вообще никуда было ходить. Ходили вот в парк. Чтобы решить наболевшую проблему, жильцы дома на парковой 4А объединились и создали проект благоустройства детской площадки. Деньги на нее рассчитывают получить по программе поддержки местных инициатив. Для этого сначала составили проект площадки, а затем провели предварительное и итоговое собрание жильцов. Там все единогласно высказались за появление детского пространства. Все согласны с этим, что мы будем именно обустроить детскую игровую площадку. За? Конечно. В случае, если заявку жильцов парковой 4А одобрят, то они получат финансирование из республиканского бюджета – около 1 миллиона рублей. Этого хватит, чтобы обустроить территорию для малышей, при этом играть на ней смогут жители всех соседних домов. К слову о соседях. На парковой 4Б тоже решили принять участие в программе поддержки местных инициатив. С ее помощью жильцы дома надеются разобраться с застарелой проблемой, ужасным асфальтовым покрытием и отсутствием парковочных мест. Дом уже не ремонтирован с 1976 года. Он построен давно. Когда у людей велосипед-то роскошь еще был. Сейчас у всех техника, машины. Людям пройти никак. Везде яма, спотыкаются старухи. Люди стареют. А дорога вместе с ними. Старое асфальтовое покрытие и узкая проезжая часть – все это чревато регулярным ремонтом машин местных жителей. Но есть проблемы куда серьезнее. Ведь по узким проездам не могут передвигаться спецслужбы. Это, наверное, самый больной вопрос. Почему? Потому что очень узкие дороги. Ни скорая не может заехать. Не дай бог будет пожар. Машина точно не заедет. Это просто будет беда. Поэтому это самый-самый важный вопрос для нашего дома. Чтобы решить наболевшую проблему, жители на парковой 4Б также подали заявку на участие в ППМИ. С этим согласились все те, кто пришел на итоговое собрание 28 ноября. Значимой проблемой у нас является именно расширение проезжей части дворовой территории, то есть обустройство парковочных мест. Если заявка пройдет отбор, жители смогут рассчитывать на 1 миллион 200 тысяч рублей для благоустройства проезжей части из республиканского бюджета. Но главное – у них появится шанс на жизнь в комфорте и уюте, о котором здесь так долго мечтают. Лариса Миронова, Задавлечина, информационная программа «Время новостей». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова